Друзья, всем привет! С вами ваш ведущий Гарри Шаповалов. И сейчас я расскажу вам... Мы оказались в Хашимини. И сейчас я расскажу вам, как здесь на общественном транспорте можно добраться до аэропорта. При выходе из аэропорта с правой стороны вы увидите зеленые автобусы номер 152. Садитесь с него, он довезет вас в центр города. Перед этим забудьте поменять денежку, потому что проезд платный. Стоит он 10 тысяч вьетнамских домков. Это с багажом уже билет. Автобус выглядит вот так. Ну, достаточно такой скриненький автобус. 152 автобус отвезет вас на центральную автобусную станцию города, находящуюся рядом с улицей Фан-Нкулау. Это конечная остановка. Автобус курсирует между Сайгоном и аэропортом с 6 утра до 6 вечера и ходит каждые 20 минут. Заканчивает он ходить, друзья, в 5 часов. Поэтому рассчитывайте время прилета, чтобы не тратить деньги на такси. Первое впечатление от Вьетнама. Ну, так же, как, в принципе, во всех взятки странах, очень много байков на дорогах. У них движение правостороннее, в отличие от Таиланда. При выезде из аэропорта, вот вы видите, висят красные флаги с коммунистическими, с серпом и молотом и красными звездами. Да так, соответственно, очень плотное движение в городе. Не знаю, может быть, сейчас. Половиня, может, еще что-то. Ну вот, посмотрите, тут просто муравейник из мотобайкеров. Я, если честно, такого даже в Бангкоке не видел. Машины, в основном марок, встречаются Mazda, Hyundai, Toyota, Lexus. Все достаточно, ну, такие недорогие. Вот. А не видели полицейскую машину, она вообще Chrysler прям офигенный. Интересно, какой у них здесь уровень коррупции или как у них вообще здесь. Архитектура очень разношерстная, есть и очень старые здания, и очень такие солидные стекло, бетон. В общем, интересно. Ну, застройка плотная, мне кажется, свободного метра не найдется. Мы доехали до центральной туристической улицы, про которую я говорил, название уже не помню. Контролер в автобусе сказал, что нам нужно пойти, вот. Вот сюда, да? Вот сюда. Как ориентир, вот здесь вот Budweiser. Такая надпись. Ну, сейчас посмотрим, куда он нас там повел. Прога с аэропорта заняла у нас полчаса. И сейчас мы идем в какое-нибудь туристическое агентство, чтобы найти автобус до Муйне. Здесь многие возят туда, но у всех разные цены. В среднем они не больше 10 долларов, как мы прочитали. Что сказать? Вот так выглядят улицы здесь, как вы видите. Куча проводов. Ну, это как в Таиланде. Куча мопедов. Обшарпанные дома. И рядом покрашенные дома. Куча рекламы. Вот. Много баров. И куча туристов. Ну что, мы купили билет на автобус. Это будет Night Bus. Это необычный автобус, в котором люди лежат. И можно спать. Обусловлено это тем, что дорога до Муйне всего 200 километров. Но она не близкая. Автобусы едут в среднем от 3 до 7 часов. 7 часов это максимум. Мы взяли автобус, который едет 5 часов. В нем будет Wi-Fi. Но не будет туалета. Зашли в другое агентство. Спросили. Сравнили цены. В нашем агентстве. 6 долларов человека. В противоположном было 8. Ну, как я и говорил. Все цены до 10 долларов. Сейчас идем по главной улице. В общем, здесь, конечно, просто жесть. Все смешалось. Кони-люди. Мопеды ездят, не пропускают на пешотных переходах. На первых этажах здесь какие-то кафешки. На втором уже квартира. Тут же и чинят байки, сливают масло. Тут же сразу свалка с мусором. Ну, первое впечатление, в общем, очень смешанное. Очень необычно изучаем. У нас есть 2 часа до отправления автобуса, чтобы изучить здесь все. Мы шли-шли-шли и дошли до рынка. Вот вы видите его на той стороне. А по логике, соответственно, возле рынка должны быть недорогие кафешки. Мы нашли одну такую. Ну, это, в общем, такая вот забегаловка. Принесли меню. Мы заказали, значит, некто-джус. Не знаю, что это. Это, может быть, из нектаринов, может быть, это какой-то микс. Заказали, значит, noodle with mixed vegetables. Он сказал, что это суп. Ну, посмотрим. У них, потому что где-то здесь написано суп, здесь как бы нет. Сейчас узнаем. И заказали рис с телятиной. В общем, цены вы видите. 40 тысяч донгов. Здесь 43 тысячи. Сок. Сок по 19. Сейчас принесут, посмотрим, что это будет. Мы принесли еду. Первый – это суп вот такой грибной. Про него я вам забыл сказать. Ну, сейчас попробуем, узнаем. Мне принесли вот такую лапшу. Лапша очень интересная. Она по вкусу то ли кукурузная, то ли рисовая. Как чипса хрустит. Очень здорово. Два коктейля принесли. В общем, один клубничный. В принципе, все стандартно. А тот, который я заказывал, это съест, это манга с йогуртом. Очень необычный вкус. Так что сейчас все попробуем, расскажем про вкусовые ощущения. Вот мы и покушали. Друзья, сказать, что это прекрасно, это ничего не сказать. Очень сытно, очень вкусно, очень колоритно. Сочетание вкуса вообще зачастую необычное. Супчик с грибами прям отличный, наваристый. Лапша здесь с кукурузой, с какими-то овощами. Мне показалось, что мясные кусочки, хотя он вроде бы вегетарианский был. В общем, все очень круто сделано, очень вкусно. Отдельно эти коктейли молочные, йогурт с манго. И в принципе, недорого достаточно получилось. В общем, мы пополнили запас сил. Идем дальше. Для сравнения цен мы зашли в магазин. Смотрите, курица 36 тысяч, полкило. Цена за 1,62 кг. Разные овощи. Вот манго. Цена за 1,22 кг. Какие-то маленькие, как яблочки, что ли. Это вообще непонятно, что это прозрачное. Рыба тут у них всякая, овощи замороженные. Интересно. Йогурты, кстати. Почем йогурты? 20 тысяч 500. 24 тысячи. Алкогольные напитки. Какие-то похожие на яйца. Но это не яйца, они мягкие. А вот яйца обычные. Сосисочки такие, мини-сосисочки. Интересно. Сосиски стоят 17 500. Яйца, не знаю, яйца без ценника. Кофе тут. Молоко. Всякие каши. Чаи. И целый ряд. Лапши тут разные. По 3 тысячи. По 8 тысяч. Ну, специи, понятное дело. Они это дело любят. Что тут еще интересного? Вот такие вот фрукты упакованные. Перцы, тут абрикосы. Миксы 2527. Сладости всякие. В общем, ну, цены такие, достаточно адекватные. То есть, на что-то дороже, на что-то дешевле. Мы еще сравним потом Муйне, но думаю, там будет дороже. Ну, посмотрим. Ночь спустилась на город, и мы продолжаем изучение. В общем, что сказать. Очень интересно, как у них тут с движением и с улицами. Улицы достаточно широкие, но поток большой. А пешеходы тоже ходят по дороге, потому что все тротуары просто заставлены либо мопедами, либо там столы, стулья, кафешки. То есть, людям просто негде ходить, они тоже идут по дороге. Поэтому, то есть, постоянно все сигналят, постоянно какие-то звуки, постоянно еще что-то. А еще важный момент, они все ездят в шлемах. Это прям круто. То есть, ну, вот за весь день я видел только одного вьетнамца, который без шлема. У них тут горят прям штрафы, и... Ну, они реально, то есть, в шлемах ездят. А так, вот сейчас вам покажу. Все горит, все мигает, все тут у них светится. Рекламы куча, провода торчат вообще просто вот такими, вот такими вот космами. Хуже, чем в Таиланде. То есть, у них здесь тоже под землей ничего не зарывают. И провода высоковольтные. Еще важный момент. У них мусор складывают прямо в мешочке, вот сейчас, если увидим, рядом с дорогой. Но на улице чисто. То есть, видимо, тоже, как и тайцы, все убирают, все очень аккуратно. Ну, есть какие-то там, да, там, пакетики, стаканчики, все понятно. Но в целом, то есть, мусорные пакеты прям ставят, и, видимо, службы, то есть, потом все подметают, убирают, и с утра улица снова будет чистая. Сейчас мы вышли на Большой Перекресток. Я просто хочу, чтобы вы увидели вот эту картину. Это просто муравейник, это море. То есть, мопедов здесь нереально, нереально просто. Слава богу, здесь есть тротуар, но он тоже заставлен весь байками. Здесь паркуется, кто-то хочет. Вот даже по тротуару ездят. Правила в плане, они не соблюдают, как-то поворачивают, кто-то хочет. Ну, хотя бы на светоборе ставят. Но просто их здесь море, очень много мопедистов. Так, ну что, друзья, приехал наш сливбаз. Вот так он выглядит. Такие полулежачие здесь кроватки. У нас номер А4Б4. Вроде бы здесь, то есть, верхняя. Вот так выглядит фри-вай-фай, подсветочка. Ну, кресло, как бы, оно, наверное, оно и поднимается, да, и опускается. И такой же вот уровень внизу. Народу здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. В каждом ряду по шесть, соответственно, два этажа. И сзади еще там в ряд пять. В общем, вот такой вот найтбас, кондиционер, тут все дела. Ботиночки снимаешь и пакетик. Ну, расскажу вам об ощущениях через пять минут. Ну, что, друзья, мы, в общем, устроились. Мы тут, в принципе, вполне удобно. Места достаточно, ну, я как, своим метр восемь шесть не очень достаточно. А вон в Вьетнам ноги целиком входит в эту коробочку. Тут, получается, впереди вот такая вот штука. То есть, видите, да, тут с моим размером не очень, но вот там девушка спокойно спит, ложила ножки. Вот. Есть тут, значит, кондиционер, подсветочка. Вот такая красота. Вот, крючочки под всякие вещи. Людей не так много, не знаю, в принципе, если будет совсем с местом поджимать, то я просто поступлю таким образом. Но внизу вот половина свободная, и вот мой сосед тоже его, в общем, нет. Вот. А так, соответственно, дали подушечку, дали одеяльце. В общем, надеюсь, пять часов протянем. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много новых интересных видео. Также добавляйте в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами был Гарик Шповалов. Пока-пока.